Правило знаков Декарта. Ну и прочее, Штурм это XIX век, а Декарта это XVII век. Давайте возьмем какой-то такой многочлен. Представьте себе, что А, Б и Ц это три положительного числа. И давайте раскроем скобку. Получится, смотрите, что. Но, господа, честное слово, вот этот коэффициент положительный, вот этот коэффициент отрицательный, этот коэффициент положительный, а этот коэффициент отрицательный. И таким образом в последовательности коэффициентов переменно знаков три штуки. Так вот, Декарт сообразил, что здесь очень важно, что А и С больше нуля, что мы смотрим на положительные корни многочленов. И задал себе такой вопрос. Вот представьте, что у нас есть произвольный многочлен. АН-Х в степени Н, АН-1-Х в степени Н-1, АН-2-Х в степени Н-2 и так далее, и так далее, плюс А1-Х плюс А1-Х. У него есть некоторое количество положительных вещественных корней. Ну, может быть нет, может быть есть. И вот представьте себе, что мы знаем такие корни. С1, С2, СКТ – это положительные числа, и при этом Ф от С1, Ф от С2 и так далее, Ф от СКТ – это все нули. Декарт задал себе этот вопрос. Означает ли это что-нибудь про знаки коэффициентов? То есть вот если просто у многочлен третьей степени три положительных корня, то это означает, что три переменных знаков. А в общем случае, что это вообще может означать? Сколько корней столько и три переменных знаков, как центр? Вот это неправда. Вот это неправда. Вы можете, что называется, поэкспериментировать. Давайте я даже объясню, почему это точно неправда. Вот я вам могу написать какой-нибудь многочлен, в котором много перемен знаков. Ну, давайте какой-нибудь такой многочлен, скажем, х в шестой степени, минус х в пятой, плюс х в четвертой, минус х в кубе, плюс х в квадрате, минус х. Согласны, что здесь много переменных знаков? Да. Отлично. А дальше я делаю такую забавную вещь. Я вот эту штуку рисую. Если честно, я не очень понимаю, какая она будет. Но я точно понимаю, что при больших х она будет большая. Да? И при больших по модулю. А здесь она будет как-то там колебаться. Ну, например, если х у нас отрицательное, то выражение понятно, что все будет положительное. Здесь вот, когда х маленькое, то это почти что минус х. Ну, и тут как-то оно там дальше пойдет. Ребята, как бы там дальше не хотелось, понятнее, ну, лишь не так, но важно, что на бесконечность это будет положительная штука. Дальше я смотрю, насколько сильно. И прибавляю. Вот уверяю вас, если я сюда прибавлю тысячу, то у меня получится график, который весит, там, как-то запихляясь, ну, а будет весить строго большее себя. И тогда перемен знака будет много, а корней не будет ни одного. Значит, нельзя сказать, что количество перемен знака равно количеству корней. Но некоторые вещи сказать на самом деле все-таки можно. Например, я точно знаю, что если... Так, давайте, для простоты, пусть АН будет больше нуля. Если АН нулевое меньше нуля, значит, если это значительное, а при больших рисунках положительное, значит, количество корней с учетом градности будет вечерным. Очевидно? Очевидно. Значит, я уже могу сформулировать первую теорему. Если А нулевое меньше нуля, то... А нулевое это значение нуля. То в таком случае у многочлена нечетное число корней. Хорошо. Но это какая-то очень слабенькая теорема. Очень-очень-очень слабенькая. Ну, хорошо. А если А нулевое больше нуля? Тогда сколько корней будет? Тогда количество корней будет четное. Может быть, ноль. Но четное. Замечательно. А заметьте, пожалуйста. У меня коэффициенты начинаются с А или ного. И это у нас там больше нуля, да? Заканчивается на А нулевое. Это уже больше нуля. Больше нуля, 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 или меньше нуля. И получается, что четность количества корней определена знаками этих двух величин. Замечательно. А теперь вопрос. А понимаете ли вы, что вот если мы знаем знак здесь и знак здесь, то что бы здесь не писали, четность количества перемен знака от этого не меняется. Понимаете? Дело в том, что вот если вы были, что называется, высоко и низко, то понятно, что вы должны пересечь горизонталь нечетное количество раз. А если вы были высоко-высоко, то четное количество, да? Значит, уже простая теорема, может быть, сформулирована. Количество положительных корней такой же четности, как количество перемен знака. Так, давайте введем какие-нибудь обозначения. Скажем, количество корней, это будет k. Это корней, которые больше нуля. Корни, которые больше нуля. А количество перемен знака будет b. Так вот, только что я объяснил, что число k-p является числом чего-то. Ну вот, ребята, если бы эти карты сообразил только это, то, в общем, что называется, это было бы малоинтересно. Он еще понял, что не просто их разность является числом, делящимся на два. Но он еще и понял, что на самом деле для любого многочлена знак этой разности один и тот же. Чего больше? Перемен знака или корней? Да? Вот здесь, смотрите. Перемен знака может быть больше. Так? Вот. Вот это и называется правило знаков декабря. Если есть несколько положительных корней, то количество перемен знака не может быть меньше. Теорему безума уже знаем. И, соответственно, очень-очень легко докажем теорему. Так, про то, что четное, вы уже поняли, да? Это просто вот, ну, очевидная, очевидная идея про корней и переменную знака. Сейчас надо сделать следующее. Ребята, есть ли мне дань многочлен? У которого есть k корней. То вообще-то я могу сказать, что по теореме безума этот многочлен представляется в таком виде. x-c1, x-c2 и так далее, x-cк, потому что он должен делиться. У этого многочлена есть какие-то коэффициенты. Там могут быть перемены знака, могут не быть. И вот сейчас я докажу, что когда я буду по очереди добавлять скобки, то каждый раз при домножении на очередную скобку количество перемен знака возрастает, ну, причем на нечетное число. Нет, не так важно. Важно, потому что я прочитываю сюжетательное. Важно, что количество перемен знака обязательно возрастает. Каким образом это делается? Да очень просто. Когда я домножаю на очередную скобку, я на самом деле делаю следующее. Я беру какое-то там x-c и умножаю на какой-то многочлен. Ну, я не знаю, какой там это в момент степени, давайте напишу так. bm-x в степени m плюс bm-1 x в степени m-1 плюс bm-2 x в степени m-2 плюс и так далее, и так далее плюс b2 x в квадрате плюс b1 x плюс b1 и так далее. И мы должны сейчас разобрать... Напоминаю, и церковь шнай. Мы сейчас должны с вами рассмотреть две последовательности. Значит, одна последовательность... Это вот что такое. Это последовательность bmd, bm-1, bm-2, b, не знаю, там, ld, bl-1, и так далее, и так далее. Не знаю, там, b, какому-то там, kt, bk-1, и так далее, и так далее, и так далее. b1, b0. Это одна последовательность. И теперь смотрите, что происходит, когда умножаешь на x-c. Степень становится на единицу больше. Коэффициент при x в m плюс 1 это, какой был? bm. Дальше. При x в степени m какой коэффициент? Это вот что такое. Это bm-1, которое получается при умножении вот этого, и минус cbm-1. Пишу. bm-1 минус cbm. Отлично. И так далее, и так далее, и так далее. Следующий. Это здесь будет bl-1 минус cbl-1. Следующий. bl-1 минус cbl-1. И так далее, и так далее. bk-1 минус cbkd. И так далее, и так далее, и так далее. b1 минус cb2. И дальше b0 минус cb1, и в конце минус cb0. Согласны? Ну, ребят, я, может быть, как-то неплохо до скорости распределся, что это не очень видно, но в любом случае вы понимаете, как умножать многочлен на многочлен x минус c. Правда? Да. Зачем вот я так тщательно выписывал вот эти вот места? Казалось бы, можно было написать начало и конец. А вот что? Меня же интересуют перемены знака. Ребята, я вот сейчас должен посмотреть, а что же происходит в этой последовательности с этими самыми знаками. Вообще, что значит перемена знака в каком-нибудь месте? Вот, не знаю, там, например, раньше это число было, не знаю, какое, там, скажем, отрицательное, а стало положительное. Потом положительное, 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 и в какой-то момент опять стало отрицательным. Ведь жизнь примерно так выглядит, да? Да. У меня коэффициенты, ну, там еще нули, конечно, могут быть. Вот давайте, ну вот, давайте пример. Сначала посмотрим, пока еще не особо обращали мои нули. Просто были отрицательные, потом идут положительные, потом отрицательные. Что же здесь будет? Можем ли мы про какие-то из этих чисел точно сказать, что мы его знак знаем? Если мы знаем, что B это неуспехно, это положительное число, и мы из него вычитаем со знаком... А, C положительное число, отрицательное число, то когда вот такая ситуация, то это число какое? Положительное. Замечательно. Вот, дальше, дальше будет неизвестно что. А вот дальше в этом месте, из BK минус первого, оно отрицательное, мы вычли C, B, K, D. Ребята, а вот это что будет? Точно отрицательное. Смотрите, что у нас получается. Получается совершенно замечательная вещь. Здесь был кусок положительных чисел между двумя отрицательными. И мы здесь нашли место, которое положительное, и нашли другое место, которое отрицательное. Ребята, это означает, что вот здесь обязательно будет... Мы не знаем, как там все ведут остальные числа, но хотя бы одна перемена знака здесь обязательно будет. Согласны? Вот здесь вот хотя бы одно положительное число есть, здесь хотя бы одно отрицательное число есть. Так, хорошо. Дальше давайте смотреть, что у нас здесь. Вот у нас это самое BM, оно с самого начала можно считать, что было положительное, да? Очень важно понимать. В конце знак изменился. Это означает, что четность общего количества, она изменилась. Значит, если вы сейчас, глядя на это, поймете, что количество перемен знака не могло уменьшиться, то правило Декарта тем самым будет полностью доказано. Что я сейчас только что объясню, что если был переход от отрицательного к положительному, то в таком случае вот это число обязательно осталось положительным. Значит, смотрите, какая история. Вот там, где мы, что называется, взбирались от минуса к плюсу, в новой последовательности опять обязательно будет плюс. Теперь давайте посмотрим, что я доказал вот в этом месте. Что я доказал вот в этом месте. Я доказал, что в том месте, где мы, наоборот, спускались от плюса к минусу, обязательно, обязательно возникнет минус. Согласны? Или нет? Согласны. У нас таким образом была какая-то последовательность. Были какие-ли плюсы, 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 потом пошли минусы, 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 плюсы, плюсы, минусы, 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 и так мы шли. Что мы сейчас с вами только что объяснили. что новая последовательность опять по-прежнему начинается на плюс, потом она идет, 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 в какой-то момент она спускалась с плюса на минус, и мы здесь понимаем, что когда происходит спуск с плюса на минус, то обязательно у новой последовательности тоже происходит, тоже есть минус. Потом здесь шли-шли минусы, и когда у нас происходит переход с минуса на плюс, то у новой последовательности обязательно есть плюс. Ребята, вообще-то это все. У нас была старая последовательность, которая как-то там шла, и мы доказали, что новая будет не хуже. Еще раз повторяю, что предошло? Из-за того, что мы расслабили, я вот здесь объяснил, что если был переход от минуса к плюсу, то на самом деле обязательно останется плюс в новой последовательности. А если был переход от минуса к плюсу к минусу, то в новой последовательности обязательно будет минус. Дайте ему быстрее новая последовательность с не меньшим количеством таких вот изменений, чем старая. Поскольку четность изменилась, значит, количество перемен должно было строго увеличиться. Ну, вообще-то все. Правила приказа доказана. Еще про степенные ряду. Если вы возьмете, есть такая замечательная книжка, Поле и Сёге задачи теоремии из анализа. Там про то, что я сегодня рассказывал, извините, целая глава, то есть несколько десятков задач. Вот, я, разумеется, рассказал вам сейчас только совсем-совсем маленькую часть. Вот, это последний пример для того, чтобы было понятно, что в этой науке с многочленами и состепетными рядами ситуация разная. Представьте себе такую штуку. 2 минус х разделить на 1 и 2 х квадрат разделить на 2 и 3 и х куб разделить на 3 и 4 и так до бесконечности. Легко понять, что этот ряд с исходимость имеет единицу. То есть, когда модуль х меньше единицы, то сходится, а когда модуль х больше единицы, то расходится, и поэтому отражение бессмысленное. Так вот, согласитесь, что когда выписаны его коэффициенты, то они вот такие. Но из-за того, что он до бесконечности, легко понять, что вообще-то какое число от нуля до единицы не подставляете, у вас это выражение будет не равно нулю. Почему? А потому что даже если вы в качестве берете единицу, здесь будет всего лишь вот такая сумма. А эта сумма считается очень-очень просто. Наверное, кто-нибудь из вас знает. Это есть 1-1 2 1 2 1 1 3 3 1 3 1 4 1 4 1 5 И так далее, и так далее, и так далее, далее. Когда есть не больше единицы, то вот это не может быть больше единицы. Значит, никаким нулем это выражение быть не может. Перемена знака есть, а количество корней не такое. То есть для степенных рядов все совсем не так, как для многочленов.